Девушки отдыхают Я сразу принялся обдумывать, как мне получше завтра угостить товарищей по службе. Несколько минут мы молчали. А ты бы хотел, чтобы я была такая толстая, как тот работник, который нас регистрировал? С чего это ты взяла, мое сокровище? Я хотел, чтобы ты была такой, как ты есть. А ты бы хотел, чтобы у меня были такие усы, как у того маляра? Нет, не хотел бы. Почему? Потому что ты у меня красива и без усов. А если бы у меня все-таки были такие усы, ты бы все равно любил меня? Ну, какие усы и сокровища? Ну, как у того маляра утром. Ага. И тебе действительно все равно, есть у меня усы или нету. Усы? Какие усы? А куда вы маляра? И тебе абсолютно все равно, как я выгляжу. Говорил, что я тебе нравлюсь. Вот, с этого-то все и началось, уважаемые судьи. А я хотел, чтобы у меня был такой же голос, как у него. Нет, сокровище. А у него скверный голос? Нет. У него красивый голос. А у меня скверный голос. У тебя прекрасный голос. А у кого голос красивее, у него или у меня? Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. А ты бы хотел, чтобы я была такая длинная, как эта труба? Ой, нет, сокровище. А ты бы хотел, чтобы я летала, как искусственный спутник по кругу? Я прошу говорить только по существу. Как обстояло дело с собачкой? В тот день, уважаемые судьи, мы шли по улице. Я держал Еву под руку, но мысли мои были погружены в проблемы отчетного баланса. И тут вдруг Ева спросила. Ой, а ты хотел бы, чтобы я была такая кудлатая, как эта собачонка? А, да, да, сокровище. Конечно, хотел бы. И в тот же момент я увидел, что вместо жены держу под мышкой маленькую кудлатую собачку. Да, я утверждаю. Он украл мою собачку. Если эта собака ваша собака, тогда простите, а где же моя жена? Везти собаку. Прошу сделать выбор. Это ваша хозяйка или это ваш муж? Ну, говори, говори. Говори. Чтобы обратить на себя внимание мужа, женщина готова на все.